Девушки отдыхают В Ярославле проходит очень много интересных мероприятий, но, конечно же, посетить все просто невозможно. Наш следующий сюжет для всех неравнодушных к фотографии. Нашу съемочную группу пригласили на открытие фотостудии в Ярославле. Здесь нет посторонних, только друзья. На мероприятие пришла вся творческая часть Ярославля. Фотографы, видеографы, модели и все те, кто неравнодушен к съемкам. В этот день оказались в одной фотостудии. Сегодня у нас собрались очень много друзей и знакомых на нашу маленькую закрытую вечеринку. В непринужденной обстановке все общаются, смотрят локации, находят для себя новые какие-то ракурсы. Очень здорово, что в нашем городе появилось такое творческое пространство, где каждый фотограф может реализовать каждый свой проект. Обсудив последние фото новости и насладившись вкусным праздничным фуршетом, зрители осмотрели интерьеры студии и направились в главный зал. Дефиле, в котором модели, расписанные боди-артом, словно слились с цветочными композициями, которые держали в руках. Целое искусство оказалось под прицелами фотографов. Девушки показали замечательный показ. Это был фэшн-показ с элементами флористки, боди-арта, театрализация. И, наконец-то, это дошло до России. Мы, наконец-то, с вами попали на фэшн-нероприятие. В Ярославле не так много интересных мест, где могут фотографы собираться, встречаться, делиться опытом, проводить творческие съемки. Здесь приятный свет, интересная обстановка, хороший интерьер. Конечно, фотографы обращают внимание на детали. Снимок каждого профессионала продуман до мелочей, поэтому локация – это главное для полета творчества и фантазии. Очень важно для любой фотостудии создание эффектных локаций. Ходно, как, например, здесь. Вот эти чудесные цветы, такое ощущение, что их достали из чердака, из старинного сундука, золи пыль и разместили здесь. Ну, для какой интересной фотосессии-то подойдет? Скорее всего, для винтажной. Самое главное для девушек на фотосессии – это гримерка. Здесь каждый может привести себя в порядок. Конкурсы от ведущего мероприятия, розыгрыши подарков и много вспышек. Хотя некоторые мечтали о смене аватарки здесь и сейчас. Поэтому традиционное фото на телефон, чтобы поделиться с друзьями. Очень здорово побывать на таком мероприятии, если пролить очень интересные фотографы. Здесь же еще можно пообщаться с своими коллегами, если не на новой площадке. Очень здорово, что здесь очень много светлых, больших помещений для возможности снимать абсолютно разных людей от самых маленьких до больших семейных съемок. В течение всего творческого мероприятия на площадке царила дружественная обстановка, ведь среди приглашенных – мастера съемочных дел. Очень хорошая, добрая, теплая обстановка. Много друзей, много теплых глаз, дружеских глаз. Я не вижу здесь никого, кто хмурился бы. Всем, похоже, нравится. Ну и дай Бог, чтобы то настроение, которое здесь царит, чтобы оно воплощалось в своих работах. Чтобы мы все это видели не только на открытии, но еще в их истории, на стенах и в наших архивах семейных. Думали ли наши предшественники несколько столетий назад о том, что фотоискусство так прочно войдет в нашу жизнь? Ведь снимок – это лучший способ сохранить важное мгновение на долгую память. В Ярославль с концертом приехал Александр Тарасов, известный по творческим псевдонимам как Рэпер Текила. Поклонницы Ликовали. Об этом будет наш следующий репортаж. Гуляем, летаем. Ярославль, Варлав, Текила здесь. Ему 27. Имея экономическое образование и занимаясь спортом, казалось бы, места для музыки в его жизни не было. Но 7 лет назад дебютная композиция «На дне» побила все музыкальные топ-чарты. Саша посвятил песню своей бывшей девушке и признается, что именно она стала его первой музой в творчестве. Все, о чем ты не мечтала и не думала, ты найдешь в моих глазах и станешь жизнь мало. Чтобы все сказали, чтоб упасть назад, и потом взлететь до неба, как бы ангела. Сейчас за спиной Текила несколько альбомов. Он собирает огромные залы поклонниц. Мне страшно, что после такого пика наступает некий спад. Я уже пережил это не один раз. Это происходит как раз-таки после того, когда ты выпускаешь прям супер-хит. Это у меня была песня «Над землей» с «Привет, как дела?». Остальные песни, они, естественно, на уровне слабее, потому что очень тяжело выпускать постоянно хит за хитом. Мне вообще не страшно. Мои люди, они всегда со мной, они ждут и верят. Ему приписывали романы едва ли не со всеми партнершами по творчеству. Дуэтом он исполнил свои песни с Нюшей, Машей Малиновской, Викторией Дайнека, Марией Кожевниковой, Олей Бузовой, Верой Брежневой. Масштаб совместного творчества артиста поражает. Только девушки-то у него до сих пор нет. Девушка у тебя сейчас есть? Нет, я никогда ничего не скрываю. Два года назад я закончил долгие, серьезные отношения. Сейчас я один. Я вот из последних материалов пролистала. Не из Казахстана, по-моему, девушка. И вот там такой огромный материал, что у вас завязались отношения. Ну, вообще неправда, да? Да, я думаю, что если и когда у меня завяжутся отношения, то я не буду долго томить своих поклонников и выложу это на Инстаграм. То есть все-таки какая она должна быть, девушка твоей мечты? Если бы я знал, то я бы был бы с ней. Но есть то, что в девушках Александра отталкивает. Поклонницы – это информация специально для вас. Я честно скажу, вот искусственность и всякие вот эти наручные ресницы, губы и так далее – это может быть прикольно, так пьяным угарим на разок, честно говоря. А так, чтобы на постоянные отношения все-таки хочется видеть с собой и более естественную, и, наверное, правильную, порядочную, в первую очередь, девушку, с которой захочется строить семью. И, между прочим, Саша открыт для общения. В отличие от своих коллег, его личка в социальных сетях открыта. Количество подписчиков перевалило за полмиллиона. Иногда он может ответить на сообщения. Я знаю, что ты открыт для общения, что у тебя в социальных сетях не закрыт аккаунт, тебе могут писать. Ну, естественно, не просматриваю все, не отвечаю на все, но на некоторые, если прям взгляд падает на какое-нибудь интересное сообщение, то, конечно, отвечу. Ну, какие-то, чаще всего, сообщения, на которые ты отвечаешь? Так вот, что Саша, по-моему, сразу же. Ну, точно неприятные дела. И, наверное, не сообщение личного характера с просьбой познакомиться или что-то сделать, а что-то интересное. Вот недавно я сидел на встрече и буквально зашел в сообщение, и верхняя строчка была «Твою машину эвакуируют». Это было сообщение, присыланное мне 10 минут назад, я вышел на улицу, и мою машину эвакуировали. Александр Тарасов отличается активной жизненной позицией, так что музыка далеко не все, чем он увлекается. Он дает шанс молодым артистам заявить о себе. Вовлекается интернет-технологиями и активно инвестирует в различные IT-стартапы. Расскажи, у кого есть шанс, да, чтобы ты помог? Самое главное – должна быть клевая идея. Если у вас уже получилось сделать клевую идею, то вы точно узнаете и сможете мне написать, и достучаться, прислать ее, и она не останется незамеченной. В клубе, где выступал Текила, яблоку некуда было упасть. Он с удовольствием фоткался на смартфон из своих поклонниц, общался с публикой. Девчонки буквально перекрикивали каждую его песню. И по традиции, как же быть лучше всех? Не могу себя отнести к людям, которые в чем-то лучше всех, но точно могу сказать, что вот, когда я один дома, сварить пельмени с кетчупом – это у меня получается лучше всех. Интерьерная фотостудия «Винтаж». Просторные стильные залы, профессиональное фотооборудование, естественный свет для реализации любых проектов. «Винтаж» – новое творческое пространство в самом центре Ярославля. Улица Некрасова, 41А. В последнее время девушки стали мужественными и самостоятельными. Мы носим брючные костюмы, сочетаем джинсы бойфренда с легкой блузкой, мы водим машины, мы строим карьеру. Но настоящая женская сила и красота скрыта в каждой из нас. Для того, чтобы ее показать, необходимо надеть вечернее платье. Марину и Агнию пригласили на очень интересную вечеринку в стиле Голливуд. Девочкам предстояло нелегкое дело – найти себе наряды. Вместе подружки отправились в магазин. Что такое Голливуд в твоем понимании? В моем понимании Голливуд – это прежде всего шик, это роскошь, это прекрасные длинные вечерние платья. Ну, ты знаешь, мне кажется, они всегда длинные, возможно, даже и короткие тоже подойдут для этой вечеринки. Согласна, но надо проверить. Пойдем найдем то самое для красноковровой дорожки. Вечернее платье сезона 2016-2017 года – настоящие шедевры высокой моды. Они отразили самые изысканные дизайнерские фантазии. О, как раз предлагаю начать с первых платьев. Я с тобой полностью согласна, и мне кажется, даже я сделала уже выбор. Так, остался выбор за мной. Ну, я люблю больше утонченные стройные силы, я думаю, что это мне тоже отлично подойдет. Пошли мерить? Пойдем. Полупрозрачная струящаяся ткань, декорированная сияющими стразами и пайетками. Все, что нужно, чтобы затмить всех. В отличие от предыдущих сезонов, в этом многие дизайнеры отдали предпочтение и ярким, и вызывающим цветам – кремовым, песочным, бежевым, жемчужным, лимонным и телесным очертаниям. Благодаря мягкому восприятию они идеально соседствуют с нейтральными вставками и кружевом. Ну что, может попробуем кружево? Я думаю, что тоже отлично пройдет. Пошли мерить. Прозрачное кружево оставляет пространство для воображения и делает сказочную нимфу из обычной девушки. И крайне популярный элемент вечерних платьев сезона 2016-2017 – разрез от бедра. Его, правда, рекомендуется использовать в закрытых лаконичных платьях. Кто сказал, что красная ковровая дорожка подразумевает под собой исключительно длинные платья? Может, примерим с тобой какие-нибудь коктейльные короткие платьишки? Я за. Давай, давай тогда начнем выбирать. Мне кажется, вот это платье тебе отлично подойдет. Я тебе тоже нашла кое-что. Мне кажется, оно идеально. Отлично, тогда меняемся и пойдем мерить. Больше блеска – таков девиз большинства современных модельеров, создававших свои неповторимые вечерние шедевры для нового сезона. В таком платье на вечеринке можно танцевать, много двигаться и позволить себе немного больше, нежели чем в платье в пол. Девушки, и запомните, если вверх и расцветка вашего платья максимально сдержанные, а обувь и аксессуары выдержаны в классических рамках, то вы можете даже добавить в образ еще один яркий акцент. Оригинальную прическу, яркие губы, крупные кольца и другие аксессуары. Но главное – что-то одно. Девчонки не смогли пройти мимо красных платьев. По-королевски роскошные наряды в этом цвете так и заставляют держать царственную оценку и смотреть на всех свысока. Такой образ как раз, кстати, для вечеринки в стиле Голливуд. Тем более, вопреки холодной паре, красота и элегантность вновь взяла верх в оформлении модных платьев осень-зима 2016-2017. Поэтому и вы, дорогие девушки, берите на заметку. Девушки отдыхают. Я уверена, в этих нарядах Голливуд будет нами покорен. Пошли покоряйте. Салон элитных вечерних платьев «Сотелла Дрессис». Изысканные и эксклюзивные вечерние платья для особого случая. «Сотелла Дрессис» безупречный стиль и элегантность. Улица Радищева, 10, 684, 674. Ученые доказали, что фотосессия помогает приобрести уверенность в себе и поднять самооценку. Но и в этом нелегком деле есть свои хитрости, о которых мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. Сегодня профессиональные фотосессии набирают все большую популярность. Фотографии хорошего качества – это настоящее украшение социальной сети любой девушки. Анастасия решила обновить фото в своих альбомах. Выбирала между разными вариантами фотосъемки. И, несмотря на холодную погоду, остановилась на фотосессии на природе. Привет! Привет! Ну что, ты готова к фотосессии? Готова. Ну, пойдем. Фотографии, сделанные на природе, это нечто особенное. Такие снимки, в отличие от студийных фотографий, отличаются своей естественностью и непосредственностью. В любое время года краски природы будут работать на вашу фотографию. А возможность сделать снимки в разных локациях сделают вашу фотосессию разнообразной. На снимке каждая девушка хочет выглядеть красивой и привлекательной. Грамотно подобранный комплект одежды, макияж и прическа позволят вам более выигрышно смотреться в кадре. Обязательно проконсультируйтесь с фотографом о выборе цветовой гаммы и стиля вашего наряда. Отлично, если у вас будет в запасе несколько образов. Для первого образа Анастасии я подобрала светло-синяное платье, очень модное в этом сезоне длины миди, до середины голени. Такое платье придаст образу шарм и элегантность, а модный узор лапша будет зрительно вытягивать силуэт. Металлизированные нити придадут платью нарядность и игривость, а отлично дополнит образ кардиган ручной вязки. Вязаные вещи очень модны в этом сезоне. Кардиган связан вручную с знаменитым узором косы, что придает изделию уютный и теплый вид. Завершит образ базовая сумка темно-синего цвета. Такая сумка подойдет ко многим вашим комплектам и будет отлично заменять привычную черную сумку. Конечно, непрофессиональным моделям сложно раскрепоститься перед камерой. Сначала девушка может просто застесняться, но хороший фотограф всегда подскажет, как сделать ту или иную позу более удачной для фотосессии. На фотографиях обычно очень естественно смотрятся самые простые и обычные позы. Вы можете просто отвести взгляд в сторону или поправить волосы, и такая фотография точно не останется незамеченной. Романтичные и задумчивые портреты обычно получаются на вдохе, а если при этом вы добавите томный взгляд, такая фотография точно не останется без внимания. Каждая девушка хочет выглядеть на фотографиях неотразимо. Для этого нужно узнать некоторые хитрости, которые помогут скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. При съемке ростового портрета, например, старайтесь поворачиваться к камере под углом 45 градусов. Это визуально сделает вашу фигуру более стройной. Для того, чтобы фотографии получались живыми и динамичными, не замирайте перед камерой. Не бойтесь, что фотограф упустит возможность сделать хороший снимок. Наоборот, нужно всегда двигаться в кадре. Второй образ Анастасии получился более повседневным и практичным. Основой этого образа являются базовая светлая футболка и джинсы. Это беспроигрышное сочетание уже стало классикой кэжуал-стиля, и оно незаменимо в гардеробе каждой современной моднице. Но осенью как никогда хочется ярких красок. И таким акцентом в нашем образе станет кардиган, но уже другого фасона, нежели в предыдущем образе. Несмотря на схожесть модели, этот кардиган отличает смелое цветовое решение. В этом кардигане вы точно не останетесь незамечены. И завершает наш образ бордовая сумка простых форм, не перегруженная деталями. Помимо позы на снимке важны и эмоции, которые вы хотите передать. Живые, наполненные фотографии всегда радуют глаз и пробуждают самые приятные воспоминания. Хорошее настроение модели напрямую зависит от процесса фотосъемки. Фотограф должен стараться максимально расположить к себе модель и создать легкую рабочую атмосферу. Диалог в процессе съемки между моделью и фотографом – это отличный способ натерять настроение и интерес к процессу. Глаза – зеркало души человека. Благодаря взгляду можно придать снимку определенный смысл, наделить его историей. Но правильный, наполненный взгляд на фото – это задача не из легких, с которой не всегда справляются даже профессиональные модели. Глаза – это самый важный акцент в кадре. Поэтому старайтесь передавать ваши эмоции через взгляд, и результат поразит вас. Одним из преимуществ фотосъемки на пленэре является взаимодействие с природой. Модель может использовать букет из листьев как на крупных планах, так и на более общих. Для этого нужно просто попробовать покидать листья вверх. С деревьями я бы посоветовала фотографироваться осторожнее. Лучше до съемок выбирать крупные ветки деревьев, которые растут на уровне вашего роста. Несмотря на прохладную погоду, я осталась довольна сегодняшней фотосессией. Я с нетерпением буду ждать новых фотографий, и сегодня я получила очень много новых эмоций. Фотографии Анастасии получились очень колоритными и интересными. Такие снимки будет приятно просматривать холодными зимними вечерами, ведь они сохранили самые приятные воспоминания об осени. Шоурум сильных вещей СК Бренд. Новинки сезона. Высокое качество материала. Вязаные изделия на заказ. СК Бренд. Доставка в любую точку мира. Улица Свободы, 24, 3 этаж. Профессиональный фотограф Ксения Зеленская. Подарите незабываемое мгновение себе и вашим близким. Индивидуальный подход к каждой фотоистории. Весь фокус в качестве. А на сегодня это все сюжеты. С вами была программа «Ты лучше всех» и я ее ведущая Надежда Короткого. И как говорится, побеждайте любя и вы победите все. Мы с вами обязательно увидимся. До свидания. Дорогое удовольствие – журнал о премиальном, эксклюзивном и уникальном. Дорогое удовольствие – журнал о том, как финансовый и личный успех трансформировать в простое человеческое счастье. Дорогое удовольствие – журнал о людях и для людей. Все выпуски программы «Ты лучше всех» ищите на сайте Ярмама. Дорогое удовольствие – журнал о премиальном, эксклюзивном и уникальном.